Закон о долевом строительстве в России работает уже 10 лет. За это время 2014 закон стал более совершенным. Но как показывает практика, над ним по-прежнему нужно работать, отметили участники форума в Сочи. Ведь обманутые дольщики никуда не делись. Лидеры по их количеству – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. Список вошел из Сочи. Этому поспособствовала в том числе возросшая благодаря Олимпиаде популярность курорта. В город пришли инвесторы и застройщики. Сегодня в Сочи проблемными остаются 10 многоквартирных домов. И пока силами только местных властей проблему решить не получается. В ходе форума представители регионов предлагали дополнительные меры, которые, возможно, помогут улучшить статистику по обманутым дольщикам. На Кубани, например, предлагают запретить выдачу разрешений на строительство многоквартирных жилых домов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Соответствующие изменения края предлагают внести в градостроительный кодекс страны. Минстрой России также предлагают ужесточить меры в отношении недобросовестных застройщиков. Прямая финансовая и где-то в обязательном роде уголовная ответственность. Вот ничего проще нет. Разъединить потоки – это тоже было бы правильно. То есть кредитные средства, которые привлекает застройщик, скорее всего, надо разделять с теми средствами, которые вкладывает дольщик. Это тоже самое правильное. Пока все это перемешано, вот в этой мутной воде будут появляться недобросовестные застройщики. Но по-прежнему в числе пострадавших дольщиков остаются 60 тысяч россиян. Судьба 700 домов пока не решена. А это значит, что прорехи в законе есть. Но есть и положительная статистика. Только в Краснодарском крае по этому закону построено 13 миллионов квадратных метров жилья, вложено 47 миллиардов рублей. Что касается работы форума в Сочи, все принятые в его ходе решения будут внесены в резолюцию. Документы на рассмотрение направят в Министерство строительства страны.